Всех приветствую! Сегодня у нас на канале разборка и обзор очень интересного устройства. Подобного многие из вас даже не видели и даже не слышали, что такое бывает. Представьте себе, это маленькое устройство компрессор, который может качать до 50 атмосфер давления. То есть для него это абсолютно нормальный режим работы. В качестве ресивера используется баллон шарообразной формы. Я думаю, многие из вас уже догадались, что это авиационка, ребята. Или по-другому самолетка. Вот видите, написано воздух. И написаны параметры баллона. 50 килограмм на сантиметр рабочая. Пробная 75 килограмм на сантиметр. В данном видео мы остановимся поподробнее на разборке этого компрессора и на обзоре его внутренность. За счет чего с виду одноступенчатый компрессор, хотя это совершенно не так, может производить серьезное давление. Этот компрессор устанавливается на авиационный двигатель М14П. Поэтому есть большие сложности с его практическим применением в моих условиях. То есть что-то сюда нужно точить, чтобы присоединить двигатель. Нужно скорее всего делать какой-то редуктор, потому что я подозреваю, что здесь нужен приличный крутящий момент. Также нужно разобраться, какой мощности использовать двигатель и на каких оборотах он работает. Это на самом деле двухступенчатый компрессор, хотя поршень здесь один. Сейчас я откручу цилиндр и покажу вам, как это выглядит. Все гайки откручены, можно сдергивать поршень. Но пока устройство в собранном виде. Пару слов о входах и выходах. Этим фланцем он подключается на двигатель. Это выход тех самых 50 атмосфер. Здесь внутри стоит обратный клапан. Хотя точно я не помню, но мы это еще проверим. Сверху устанавливается фильтр. И вот здесь вот эта вещь это клапан. Клапан всасывающий. Но по устройству он не такой, как обычно на компрессорах. Самых обыкновенных. А он напоминает автомобильный клапан. То есть здесь есть конус. И есть отверстие для всасывания воздуха. Притягивается вот такой гайкой. Все авиационное. Все выполнено с авиационным качеством. Там можно заметить, ходит поршень. Этот компрессор, ребята, был поломанный. Я его еще в детстве пытался починить. Своими силами. Не было токарного станка, чтобы довершить начатое. Очень много шпилей. И пошел поршень. Обратите внимание, сколько здесь колец. Кольца не все удалось спасти. Кольца были все залегшие. И при попытке их раскоксовать, некоторые кольца поломались, к сожалению. Вот уже можно оценить, как он работает. Это компрессор двухступенчатый. Первая ступень, это поршень и вот этот цилиндр. Сюда всасывается воздух. А нагнетается он внутрь. Внутрь поршня, то есть вот туда. Это тоже клапан. В детстве пришлось его таким вот образом реанимировать. Я уже не помню, что с ним произошло. Но помню точно, что тут и было как-то вот так залито эпоксидной смолой. По-моему, если мне не изменяет память. Либо это дело высверливалось, чтобы можно было выкрутить гайку. Ну или как-то так, чтобы разобрать и все почистить. Нагнетается воздух через этот клапан и попадает вот в эту полость. Там внутри тоже гильза стоит. Вот это она. Вот. И там тоже очень много колец. Выходит воздух в эти отверстия. Потом он вот так сжимается и попадает вот сюда клапан. Согласитесь, штука довольно таки интересная. Столько колец много, но это все ради высокого давления. Все-таки 50 атмосфер рабочее давление это немало. Пробуем сдернуть это дело. Скорее всего оно не сдернется, потому что не даст. Поршень он внутрь должен уходить. Поэтому здесь корпус разборный. Так, ну а вот теперь можно и расколоть. Все вручную разбирается спокойно, непринужденно. Вот такой коленвал, ребята. Здесь игольчатый подшипник стоит. Очень мощный коленчатый вал. Там стоит подшипник и здесь стоит подшипник. Штука очень интересная. Хочется ее поставить на ход. Уже долго она, много-много лет. Уже больше десятилетия она в моих руках. Но все никак, не было токарного станка. Нужно лишь подобрать к нему движок и можно будет это сделать. Я уже знаю даже для чего его использовать. Палец вынимается и можно разобрать дальше. Вот такой мощный палец. И смотрим какой поршень. Мало колец, всего два кольца. На 50 атмосфер скорее всего не хватит этого добра, к сожалению. Хотя может и будет качать, но не быстро. Прочность позволяет. Но почему-то я думал, что сюда все-таки хватило всех колец. Жалко конечно. Но все равно можно сделать компрессор. Очень интересный агрегат. Друзья, на этом все. Такой вот мини обзор компрессора на 50 атмосфер. Вот такой у него поршень наикрутейший. 10 колец на поршне. Вверху ступень низкого давления, а здесь ступень высокого давления. Здесь объем гораздо меньше, чем тут. В несколько раз. Раз в пять, в шесть. И тем самым появляется возможность создать такое дикое давление. На этом все, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok